Фомино в воскресенье. Первая божественная литургия состоялась в храме святого апостола Фомы в Нижнем Новгороде. Церковь еще только строится, даже окна поставлены не все, но приход уже есть, и горожане активно участвуют в делах храма. Нижний Новгород, улица Снежная. Когда-то давно, в середине 20 века, здесь был ипподром, позже территорию застроили жилыми домами, но вот церкви здесь раньше никогда не было. Теперь посреди микрорайона строится храм, и в нем совершена первая божественная литургия. Христос воскресе и смертный, смертью смерть поправ, несущий во грабежи его даровал. Храм святого апостола Фомы заложен 24 июня 2022 года, в день памяти святой равноапостольной княгини Ольги. Прошло время, и первая литургия совершается в день Антипасхи, в праздник Фоми на воскресенье, когда вспоминается явление Христа своему ученику Фоме, который не желал верить словам, а хотел убедиться в воскрешении Бога и лично. Порой в нашем сердце бывают такие же моменты, где мы в чем-то не уверываем в своем муловерии. Господь нам дает возможность не быть как хама, который не уверен. Но если мы не уверываем, то мы приходим в храм в Божий, молимся. И та благодать, которая присутствует в храме Божьей, она нас наполняет, наш сосуд духовный, внутренний. На страничке храма ВКонтакте очень трогательные слова. Написаны они накануне службы, когда приглашали людей. Да, крыша еще не доделана, и окна поставлены еще не все, и иконы без иконостасов, и даже нет подсвечников. Но именно это и дает огромную благодать. Огромное спасибо всем-всем, кто участвует в жизни храма. Светлый такой день, радостный. Прямо радость переполняет. Очень светлый день. У нас сегодня двойной праздник, еще праздник нашего апостола Фомы, в честь которого такой вот храм возникается. Очень светлый праздник. Хочется радоваться. Я плачу и от счастья, и от того, что мне горько. Плачу я от счастья. Я очень рада, что нам такой храм строят. Уже и больные, и в годах уже. А вот все это в шаговой доступности. Скорее бы, дай бог, все это еще сделалось, все еще раньше бы. Вот. Здорово, мы очень довольны. С октября хожу. Постоянно. И дай бог, что бы дальше хотеть. Помогаем. Мы уборку здесь проводим. Вот есть, когда попросят, когда сами напрашиваемся. Люди участвуют в жизни храма, регулярно собираются адресные пожертвования. Например, вот эта икона Богородицы была приобретена, как говорят прихожане, на такие вот искренние пожертвования. И даже храм еще не достроен, и без крыши, и без куполов. Но наследство тепло, радостно, что прихожане имеют любовь о храме Божьем, что они радеют и хотят молиться, хотят благослужить. И мы поддерживаем их, и достаточно пытаемся им в этом сопутствовать. На литургию пришло множество людей, было много исповедников, причастников. Для прихожан это важная веха, этап в жизни храма. На службе было холодно из-за майских погодных катаклизмов, а люди рассказывали, как они всю зиму по субботам ходили на молебны. Было еще холоднее, еще стены были не все, а на душе тепло. Свой храм, мой храм живет.